Вот с такой вот уютной атмосферы мы начинаем с вами это видео. Всем привет, меня зовут Саша, и сегодня я решила снять видео, в котором хотела поделиться с вами 15 классными хобби на осень и зиму. Поэтому, да-да-да, начинается тот самый сезон, когда мы утепляемся, больше сидим дома, начинаем пить меньше айс-алаты и больше пряного лата с корицей. В общем, можно перечислять долго вообще, с чем у меня ассоциируется осень и зима, но в любом случае она мне ассоциируется с чем-то теплым, и это именно то время года, когда вечер мы проводим не в парке и не где-то на улице, а в основном дома со своими близкими или же в одиночестве, но тем не менее у нас появляется больше времени, которое мы можем уделить себе и в том числе своим хобби. И перед тем, как я начну рассказывать обо всем об этом в моем видео, я бы хотела спросить у вас, есть ли у вас какие-то особенные хобби, которые появляются, например, только осенью и зимой, о которых вы вспоминаете, и каждый раз от них получаете удовольствие, обязательно поделитесь ими в комментариях, и, возможно, это будет полезно каким-то другим ребятам, в том числе и мне. Также хочу сказать очень важную мысль, которая засела у меня в голове. Очень часто от своих друзей, знакомых, просто от каких-то незнакомых мне людей я слышу о том, что они бы хотели начать какое-то хобби, но они боятся его забросить в какой-то момент и просто потратить деньги и время впустую. Я считаю, что это совершенно неправильная позиция, и если смотреть с такой позиции на хобби, то можно никогда в жизни ничего не попробовать. Поэтому я советую вам смотреть на это со стороны того, что да, вы попробовали, может быть, у вас что-то не получилось, может быть, в какой-то момент вы перегорели, но в любом случае вы получили от этого удовольствие, получили какой-то опыт и, например, поняли, что этим вы никогда не будете заниматься. Но может случиться наоборот, может случиться, например, что у вас будет стопроцентное попадание, и вы поймете, что вы хотите этим заниматься еще очень-очень много лет. Поэтому обязательно будьте смелее и не бойтесь пробовать что-то новое. Я решила начать со своего самого любимого, это еда, а точнее готовка, и это будет такое, знаете, большое объединяющее хобби, потому что сюда можно отнести варианты для выпечки, варианты для десертов, варианты для какого-то ужина, и я нашла на самом деле в ТикТоке очень много интересных рецептов, в том числе какой-то осенней выпечки, здесь я оставлю часть этих рецептов на видео и немножко их прокомментирую. Первый рецепт выглядит как типичный американский пирог из фильмов, это яблочный пирог, мы смешиваем яблоки и два вида сахара, также добавляем соль и корицу, это в принципе все можно делать по вкусу, я думаю, что более подробные пропорции вы сможете найти в интернете. Далее мы раскатываем тесто и вот так вот формируем вот такую вот форму пирога, собственно, с помощью какой-либо формы, у меня, кстати, такой нет, поэтому я бы такую купила. Далее смешиваем яблоки, я не уверена с чем, поэтому лучше прогуглить, вот, потом заполняем яблоками форму, поливаем вот таким вот сиропом и также делаем то самое украшение, которое придаст нашему пирогу красивую форму. Я, кстати, не знала, до этого как это делается, я даже не задумывалась, но делается это довольно-таки просто. Ребят, я уже не могу, это выглядит очень вкусно, дальше у нас донатсы с яблоком и корицей, сначала мы нарезаем яблоки, убираем сердцевину, это, кстати, не обязательно убирать, вот, далее мы приготовим смесь, добавляем одну кап муки, что такое кап, кап это примерно 230 грамм, добавляем примерно 57 грамм кукурузного крахмала, также корицу и далее добавляем 230 грамм молока, все это миксуем и обволакиваем в этой смеси яблоки, потом их поджариваем и в конце обволакиваем все это в сахаре и корице. Супер легкий рецепт из американских фильмов, для этого нам понадобится шоколад, маршмеллоу и печенье, сначала мы укладываем шоколад, сверху укладываем маршмеллоу, запекаем это в духовке, потом макаем туда печенье и наслаждаемся. Я думаю, что в том числе помимо этих рецептов вы можете найти в интернете, в книгах огромное множество рецептов, кстати говоря, о книгах, рецептах, мне кажется, сейчас они недооценены, потому что есть интернет и кажется, что нет смысла их покупать, но, как мне кажется, там содержатся в какой-то степени даже более правильные рецепты и не нужно во многу раз перепроверять пропорции, бывает, что в интернете дается что-то неверное. Второе хобби для меня объединяет такие, знаете, схожие понятия, не знаю, почему я все отнесла в эту одну группу, но я думаю, вы меня поймете, это алмазная мозаика, также картина по номерам и пазлы. Я не знаю, почему в моей голове это примерно одно и то же, наверное, потому что в какой-то момент, когда я готовилась к ЕГЭ, когда я училась в школе, я все это воспринимала как такой способ отвлечения и как такое свое реально небольшое хобби. Я, например, очень много раскрасила картин по номерам за все время, сейчас у меня тоже одна есть, но у меня немного этот процесс притормозился, хотя это очень интересно. Помимо того, что вы можете просто раскрасить какие-то картины по номерам или алмазные мозаики делать, вы можете купить какие-то тематические, например, я в том году начинала делать алмазную мозаику на тему Нового Года. Третье хобби, наверное, максимально непривычное и нетипичное, это сделать игрушку для своей собаки своими руками. Я также недавно случайно наткнулась на ролик, где девушка делает из старых ниток и из старых вот таких вот колечек игрушку для собаки, здесь был результат, но, как оказалось, как будто такие вещи, которые, в принципе, по отдельности можно выбросить и как будто они не нужны, вместе они хорошо сыграли и превратились в такую замечательную игрушку для собаки. Уж тем более моя собака очень быстро разгрызает игрушки и без разницы, за сколько вы купите, за 5000 рублей, за 1000 рублей, все равно через 5 минут ее буквально может быть не быть, поэтому это классная бюджетная альтернатива. Также, кстати, идея легкой такой вот игрушки для собаки, это взять бутылку, потому что они очень любят их мять и так далее, поместить ее в носок или же можно обернуть в какую-то специальную ткань, если у вас есть какая-то пожестче, наверное, будет даже лучшее, все это зашить и у вас получится такая, как знаете, игрушка, я видела, такие даже продают в зоомагазинах, но вы можете ее сделать сами, можно добавить туда какие-то пищалки и так далее, но это очень простая идея. Ну и таким образом, конечно, можно сделать игрушки не только для собаки, а для других своих домашних животных, например, если у вас кошка, мне кажется, тут идея еще проще и еще быстрее можно сделать игрушки. Четвертое хобби — это рисование. Казалось бы, я, у которой как будто руки растут не из того места, не умею рисовать, но все равно у меня бывают такие периоды, когда мне прям хочется порисовать, несмотря на то, что я вот не умею, но мне просто хочется выразить какое-то свое внутреннее состояние на бумаге, ну или просто как-то пофантазировать, покреативить и так далее. Можно попробовать порисовать не только, как вы делаете это обычно, а попробовать какие-то новые техники, поискать в интернете. Знаете, рисование — это не всегда про какие-то прямые линии и про ровные фигуры, это может быть тоже про какое-то вооружение своих эмоций. Я очень часто вижу сейчас, проходят всякие модные мастер-классы, где просто, знаете, вот так вот куча пятен на холсте, какая-то мотивационная надпись, почему бы вам не сделать такое, что также в дальнейшем может послужить украшением вашей комнаты. Здесь может быть неограниченное количество идей, здесь я также с вами поделюсь теми, которые мне понравились. Можно попробовать сделать какие-то наброски, можно попробовать также нарисовать пейзаж, который за окном вашей комнаты. Это всегда будет прикольно. Пятая идея, она немножко, знаете, такая по моей тематике — это попробовать сделать макет своего сайта или же мобильного приложения. Зачем, в принципе, это делать? Это просто для того, чтобы попробовать себя в роли веб-дизайнера. Мне кажется, в веб-дизайне у тебя сейчас очень классное, быстрорастущее, стремительное направление, которое набирает свои обороты, и, возможно, вы поймете, что вам это очень нравится. Вы хотите сменить свою сферу деятельности или это тоже станет вашим каким-то хобби. Помимо этого, если вы не хотите это дальше как-то воплощать, можно просто немного покреативить. И также в дальнейшем, если вам понравится ваш макет сайта, можно попробовать его разработать и запрограммировать. В общем, здесь уже полет фантазии не ограничен, очень много, может быть, идей на этот счет. Я знаю, что эта идея, наверное, не для всех, но кому интересно, кого я заинтересовала, то обязательно попробуйте. Шестое хобби — это расхламить свой гардероб или в целом свою комнату, присмотреть вещи, которые вы не носите давно и которых вы хотите давно избавиться, и дать также этим вещам вторую жизнь. То есть, либо кому-то отдать, либо продать — это всегда очень полезно. Я считаю, что действительно, да, бывают какие-то ценные вещи, которые для вас хранят какие-то воспоминания, но очень часто кто-то путает понятие ценного и хлама, и просто захламляет свое пространство тем, что ему не нужно, а уж тем более бывает такое, что кто-то не любит убираться, и, в принципе, его комната выглядит неопрятно. Я всегда максимально своим вещам стараюсь дать вторую жизнь, насколько это возможно, и не просто для того, чтобы избавиться самой от них и, например, приобрести новое, а просто для того, чтобы какая-то вещь нашла также своего человека. Седьмое хобби — это вышивка, но здесь я имею в виду непростую вышивку, которая продается в наборах. Здесь я также на просторах интернета недавно подглядела такую идею, когда берут, делают набросы карандашом на холсте, на конве, и потом, самостоятельно подобрав нитки по цветам, просто это вышивают. Здесь я оставлю образец. Как по мне, здесь можно также реализовать всякие интересные идеи, потом такая картина может послужить украшением вашей комнаты, или такое можно подарить в качестве подарка на, например, Новый год или на что-то день рождения. Восьмое хобби — это создание свечек. Это, наверное, то, что я очень давно хочу попробовать, и я думаю, что обязательно попробую осенью и зимой это хобби на себе, потому что я люблю, в принципе, свечки, мне нравятся, я ими часто пользуюсь, и поэтому я бы хотела попробовать создать свою. Вообще, давайте кратко расскажу, что вам понадобится для создания свечи. Я на самом деле раньше думала, что список гораздо больше, и что это очень муторно, и даже не хотелось с этим запариваться, но на самом деле все не так страшно. Во-первых, вам понадобится контейнер, собственно, емкость, куда вы будете заливать свечку. Конечно, проще начать с создания форменной свечи, которая будет в форме, такие круглые, неважно. В общем, под форму здесь подут какие-то баночки из-под пюре, из-под варенья. Я думаю, вы понимаете, какие-то такие, знаете, небольшие стеклянные баночки. Далее вам понадобится воск. Я думаю, что сейчас ни для кого не секрет, что очень часто в свечках используют дешевый воск. По-моему, он называется парафиновый воск. Я здесь что-то себя поправлю. И он выделяет токсичные вещества, в том числе бензол и какие-то другие вещества, которые негативно сказываются в целом на нашем здоровье, поэтому советую брать пчелиный, соевый, кокосовый или же пальмовый воск. И последнее, что вам понадобится, это фитиль. Я советую взять деревянный, потому что он очень круто потрескивает и создается такой невероятный уют и невероятная атмосфера. У меня просто у самой есть такая свечка, и она моя самая любимая. И это было все, что вам понадобится в интернете и на ютубе. Есть очень много подробных туториалов, как можно самостоятельно сделать свечку. Девятое хобби — это начать вести свой блог в соцсетях. Не обязательно показывать свою жизнь от и до и рассказывать о каждом своем дне. Можно сделать блог на различные тематики, такие как хобби, например, вышивка, или же вы занимаетесь гончарным мастерством, или же вы ходите в походы. Я не знаю, здесь может быть все, что угодно, но главное — вы просто будете показывать какую-то часть своей жизни, которая вам интересна, в которой вы что-то делаете, и просто делиться со зрителями своими впечатлениями о прошедшем дне, о том, как вы себя чувствуете. И таким образом вы найдете в этом уже какое-то хобби, с помощью которого вы сможете также самовыражаться. И также, кстати, в последнее время я заметила, то, что часто набирает обороты разные блоги про танцы, поэтому не бойтесь, и я думаю, что все с чего-то начинали, поэтому почему бы не начать именно сейчас. Следующее хобби — это попробовать йогу или пилатес. Не обязательно ходить куда-то в студию, хотя это будет очень интересно. Можно также заниматься дома. В интернете есть очень много классных уроков. Почему сюда я отнесла именно йогу и пилатес? Вы, конечно, можете выбрать любые виды тренировок, но я лично от себя их рекомендую, потому что это тренировки, которые не затрачивают какого-то громадного количества усилий. Но в то же время вы работаете одновременно не только своим телом, но и своим мозгом. Как по мне, это такие максимально осознанные тренировки. Мне не очень нравятся, но, конечно, я больше всего люблю пилатес. Как я считаю, это помогает на немножко выключить мозг, немного перезагрузиться, возможно, как-то более осознанно посмотреть на какие-то вещи. В целом, это, конечно же, будет поддерживать вас в тонусе. Следующее хобби — это вязание. Раньше, кстати, мне казалось, что вяжут только бабушки. Простите за эти стереотипы, но в последнее время я все чаще и чаще вижу, как девушки даже моего возраста уже вяжут какие-то классные изделия, в том числе свитеры, носки, я не знаю, шапки, вообще все, что угодно. И это действительно круто, когда ты своими руками вообще буквально из ничего можешь сделать какую-то вещь, которую ты дальше будешь носить, и ты будешь понимать, что ты ее реально сам сделал. Я думаю, что связать, например, что-то подобное, что сейчас на мне, вот такую вот кофточку, это, конечно, не так уж и легко, но это в целом возможно. И, например, моя мама не так давно начала вязать носки, и я раньше вообще не понимала, как люди это делают. Я, на самом деле, до сих пор далека от этого, но я вижу, как люди реально делают, что у всех получается, поэтому, как я считаю, это классный вариант хобби. Также можно вязать крючком, и это, как я понимаю, немного легче, можно связать таким образом сумку, плед. Есть реально очень прикольные идеи, которые, на первый взгляд, казалось бы, кажутся сложными, но на самом деле они не такие затратные и сложные, какими они могут показаться на первый взгляд. Двенадцатое хобби книги. Можно попробовать читать не только в одиночку, а, например, вместе с подружками, с друзьями устроить такой мини-книжный клуб, когда каждый раз, когда вы прочете какую-то книгу, вы будете ее обсуждать и рассказывать, делиться своими эмоциями. Также можно непосредственно не только читать книги, а слушать аудиокниги или подкасты, и также, например, совершенствовать в каких-то вещах, о которых вы раньше не знали. Мне, например, иногда бывает такое настроение послушать какие-то подкасты, от которых я вообще далека. В основном я люблю слушать подкасты именно на английском языке, чтобы, так скажем, совмещать приятное с полезным, и мне в последнее время больше нравилось слушать про жизнь, например, в каких-то странах, в которых я никогда не была, о которых я мало что знаю, и действительно открываешь для себя какие-то интересные особенности, и просто благодаря этому ты расширяешь свой кругозор. Это хобби немного expensive, это лего или другие конструкторы. На самом деле это не всегда так, потому что есть бюджетные варианты конструкторов, которые не являются лего, как бы, но они тоже очень интересные. Мне, например, как-то дарили такой аналог лего, где очень маленькие детали, они буквально выглядели реально вот так, и это было очень необычно, собирать такой конструктор, потому что в какие-то моменты мозг ломается, и ты вообще не понимаешь по инструкции, как это можно собрать, но в конце у тебя получается какой-то интересный результат. В целом, собирание таких конструкторов это очень увлекательный процесс. Я дикий фанат лего, как вы знаете, я привезла даже из последней поездки в Италию лего, поэтому об этом говорить нечего. Я очень это люблю, но можно также купить какой-то интересный набор, который будет не только интересен в сборке, который будет также украшать вашу комнату. Я недавно увидела, что у лего, по-моему, есть вот такие, вы знаете, маленькие наборы с цветами, то есть вы можете собрать вот такие вот декоративные фейковые цветы, там есть и кактус, и какие-то просто необычные такие цветочки. Выглядит это очень мило, и это реально служит прикольным украшением для интерьера, можно ставить где-то на фон. Четырнадцатая идея, это начать заниматься скрабукингом, не обязательно делать скрабукинги, страницы из каких-то своих путешествий, хотя это тоже интересно, можно сохранить различные билетики, чеки, особенно если это какая-то другая страна, это всегда очень необычно, потом пересматривать. Когда мы приехали из Италии, я не знаю, зачем я это сделала, но это забавно, я взяла все распечатки, билеты, которые у меня были, и сканировала их на сканеры, и у меня есть такая вот картинка из разных вообще прикольных штучек, и это просто забавно на самом деле, это хранит какие-то воспоминания локальные для тебя самого, и ты потом, когда это каждый раз будешь пересматривать, будешь вспоминать именно об этой поездке, о каких-то впечатлениях. Как я уже сказала, не обязательно должно быть что-то из путешествий, вы можете просто, например, сделать небольшой гербарий, взять красивые листочки, может быть, вы недавно были на каком-то концерте, у вас остался билетик, еще какой-то билетик тоже остался, и это все дополнительно клейками, красивым оформлением, и получится очень интересный и милый разворот. Такой разворот вы можете делать каждый месяц осени, и каждый месяц зимы, и потом смотреть и вспоминать какие-то моменты, мне кажется, это очень ценные воспоминания, в принципе, таким образом получаются. Последняя, заключительная, пятнадцатая идея, это сделать бижутерию, браслеты, фенечки, и также браслеты из резинок, да-да-да, это очень забытая тема, и я когда-то была, ну, не гуру, конечно, в этой теме, но я в ней хорошо, так можно сказать, шарила, и я не знаю, как просто прокомментировать это, но я потом все это выбросила. У меня были там реально всякие прикольные штучки, которые я долго, кропотливо делала, иногда я могу выкинуть реально что-то ценное, то есть в тот момент мне казалось, что, ну, блин, выброшу и выброшу, это резинки. Да, я этим позанималась, интересно, но я это выброшу, но сейчас мне было безумно интересно так вот, можно сделать какой-то интересный браслет из резинок или же сплести фенечку, тогда это тоже было популярно, мне кажется, я тогда была в четвертом классе, и очень много кто умел и плел красивые фенечки, ну, и также можно просто делать бижутерию, здесь может быть огромное количество вариантов, даже простых идей, которые можно делать буквально за пять минут, просто взять бисер и взять леску и сделать какой-то красивый браслет, например, у меня подруга как-то плела с вишенками, он очень мило получился. Ну, и на этом мое видео уже подходит к концу, и пишите в комментариях, какая идея вам понравилась больше всего, и какую идею вы хотите поскорее реализовать. Также, кстати, совсем скоро, по-моему, у школьников будут каникулы, поэтому вы можете все эти идеи попробовать на каникулах, это будет очень интересно. Также в последнее время, к сожалению, рекомендации YouTube работают очень странно, и для меня будет действительно очень важно и ценно, если вы оставите любой комментарий под моим видео, также будет приятно, если их будет несколько, в общем, я буду благодарна каждому, кто оставит комментарий. Еще не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok